Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о здоровье, спорте и минимализме, конечно же. 1 февраля 2018 года утром я не смогла встать с кровати. Мы вызвали скорую и врач поставил мне диагноз поясничный радикулит. Конечно, это не наступило резко и как-то спонтанно. Всю зиму у меня болела спина, ныла поясница, мне было больно наклоняться. В последний момент перед вызовом скорой было больно даже надевать носки. И все привело к тому, к чему привело. Всю весну и все лето я с ним боролась. Я принимала таблетки, колола себе препараты, ходила по врачам, делала все возможное, чтобы перестать чувствовать эту острую страшную боль, которую я стала отдавать в правую ногу. Я хромала, жизнь продолжалась, но период был очень страшный тем, что я совершенно не чувствовала себя здоровой и ощущала только боль постоянную и какую-то немощность. Таблетки не давали результата, либо давали, но временный. Я сидела на обезболивающих и я пошла на очень серьезный для себя шаг. Я решила, что стоит попробовать побороть эту болезнь спортом. В первую очередь мне должно было помочь плавание. Я начала искать бассейны рядом с домом или рядом с работой и нашла фитнес-клуб, в котором можно приобрести абонемент от трех месяцев и больше, и посещать спортзал и бассейн. И уже после первой недели я ощутила, как мне стало намного легче, а после месяца и вовсе почувствовала себя здоровой. Это все к чему? К тому, что я всю жизнь не верила в спорт. Я считала, что какие-то маленькие зарядки, растяжечки, и все, этого достаточно, большего в жизни не нужно. Ведь человеку хватает каждодневных активностей. Мы ходим, бегаем, стоим, этого достаточно. Но я ошибалась, и все эти остеохондрозы, радикулиты, и вообще, что проблемы со спиной сейчас преследуют молодежь, и я не единственный такой пример. Все это из-за того, что мы как раз-таки пренебрегаем этим спортом, ведем сидячий образ жизни, сидим за компьютером, мало двигаемся и так далее. Это приводит вот к таким проблемам. И теперь, при чем здесь минимализм? Он здесь при том, что когда ты меняешь свою жизнь, осмысливаешь ее и стремишься к гармонии, нужно думать не только о духовном очищении, физическом, материальном очищении, но еще и о своем здоровье, о теле. В 2014-м, когда я только-только загорелась минимализмом, конечно, он помог мне похудеть, сбросить 15 килограммов или типа того, но это все касалось питания, не физической активности. И мне, конечно, кажется, что если бы все-таки я все эти годы, ну, хотя бы после школы, хотя бы с 18 лет, регулярно занималась спортом, делала каждый день зарядку, делала какие-то силовые кардиоупражнения, плавала, у меня бы не было сейчас этой проблемы, от которой, слава богу, я избавилась, хоть и временно, потому что радикулит, справочка о радикулите, стоит только застудить спину, потянуть спину, неудачно наклониться, сделать какое-то резкое движение, поднять тяжесть. Это все может вернуться в любой момент. А теперь у меня просто нет выбора. Я знаю, что без плавания и без спорта, без физических упражнений я снова стану больной. Люди повсюду болеют гораздо более страшными вещами. Но то, что является хроническим, и то, что может наполнить каждый день болью, которую приходится терпеть, и ты думаешь только о том, как тебе больно, когда сидишь, когда стоишь, когда едешь куда-то. Это тоже серьезная проблема. И, естественно, это мешает нормально жить, нормально функционировать. Суть этого видео в следующем. Крайности — это плохо. Если вы начинаете следить за своей фигурой, мало начать правильно питаться, нужно обязательно заниматься спортом. Если вы в силу работы или увлечений, или темперамента любите сидеть дома, и сидеть дома за компьютером, вы должны уравновешивать ваши посиделки и физическую активность. И если вы придерживаетесь какой-то жизненной позиции или какого-то стиля жизни, он должен распространяться на все аспекты ее. И это очень страшное чувство, когда ты живешь, все прекрасно, а потом что-то в тебе ломается, и уже так, как прежде, никогда не будет. Я понимаю, что я дикий тормоз раз только в 25 лет узнала, что спорт — это здоровье. Но, может быть, для кого-то из смотрящих это видео это тоже является не открывшейся истиной. Поэтому я таким образом хочу как-то вас предостеречь и просветить. Заботьтесь о себе, как о своей душе, так и о своем теле. Спасибо, что посмотрели. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»